Всем привет! Всем хорошего просмотра! Константин, здравствуй! Привет! Давай для начала резюмируем твою биографию и перейдем к вопросу. Меня зовут Константин Генич, я комментатор Матч ТВ, голос Фифы, вместе с Георгием Черданцевым аналитикой прогнозиста рейтинга букмекеров, один из ведущих проектов в ютубе «Коммент-шоу», мне 44 года, в прошлом футболист из-за травмы закончил карьеру и нашел себя в футболе, но немного в другую поставь. Ты со ставками столкнулся до того, как начал работать комментатором? Я знал, что ставки существуют еще будучи футболистом, разумеется, сам никогда не ставил, но более старшие товарищи на этой теме, насколько я помню, были помешаны. На моих глазах очень многие играли, причем были максимально зависимы. Тогда только появились телефоны очень быстрые, очень технологичные и очень, так скажем, оперативно ты мог сделать тот или иной ход, если мы говорим про букмекерство и ставки, то я видел просто люди, футболисты даже, которые чуть не перед выходом на поле уже надо выходить, они все равно уже в телефоне там на какие-то бега еще что-то ставили, кто-то в покер играл. И я был максимально далек от этого, я не понимал вообще, что они делают, зачем они это делают, потом какие-то обсуждения, вот надо идти туда в контору, там загрузить столько-то, столько-то, то есть для меня это был вообще абсолютно темный лес, и я совершенно, так скажем, не принимал то, что происходит, и мне на тот момент это было совершенно неинтересно. А как произошло твое знакомство со ставками? Это уже произошло в процессе после окончания футбольной карьеры, когда я начал работать на телевидении, и произошло, конечно, не сразу, это произошло через несколько лет, когда мне стало не хватать, я стал сотрудничать с, тогда это можно было сказать не с букмекерами, а с такой компиляцией, да, букмекерского мира, через сайты, которые появлялись, и изначально была идея давать прогнозы на сайте Betfair был такой, насколько я помню, и на чемпионате мира в ЮАР в 2010 году мы играли в прогнозы, то есть на телевидение я пришел где-то в шестом примерно году, ну вот будем считать, что к ставкам или, так скажем, прогнозам и букмекерству я подобрался где-то ближе к 2010, как раз, когда чемпионат мира в ЮАР был, и мне сделали предложение такого проекта, мы сидели в студии, это была такая импровизационная история на диванах, она была абсолютно слизана с каких-то британских форматов, где сидели аналитики, которые в футболе разбираются много, смотрят на таком, на доске, соответственно, были коэффициенты, и это сейчас все графикой можно красиво сделать, тогда это все было там на доске с коэффициентами на тот или иной матч, ну и мы давали прогнозы, я не помню, с кем это было, я помню, что это точно была биржа Betfair, и мы давали прогнозы на то или иное событие, так вот закрутилось, закрутилось, одно дело ты даешь прогнозы, потом тебе уже цепляет и хочется через свои прогнозы, потому что первое время прогнозы были действительно более успешные и более удачные, хотелось чуть, может быть, свой банк, если можно так сказать, расширить и заработать, как многие считают, легкий деньжат, потом это начало превращаться, ну не превращаться в привычку, но я сам себе неоднократно говорил и сам с собой разговаривал на эту тему, зачем мне это, для чего мне это, я очень рано закончил футбольную карьеру, в 25 лет, и когда тебе 18-19, ты рисуешь себе абсолютно безоблачную историю, как ты выходишь, сначала вот ты играешь там, я не знаю, во втором дивизионе, в первом, ты сначала прошел академию, тебе надо через какие-то там ухабы, барьеры пройти, но дальше ты обязательно будет хэппи-энд и дальше ты выйдешь на огромный стадион, где будет там 40 тысяч болельщиков, и ты там в футболке условно московского «Спартака», и твоя карьера удалась, и соответственно, потом ты видишь себя в составе национальной сборной, стадион тебя аплодирует, ты забиваешь какой-то решающий гол, то есть, когда ты молод и у тебя наивные такие идеи, то тебе хочется этого добиться и хочется к этому прийти, и соответственно, эту цель ты ставишь, но в какой-то момент эта цель обрубается по зависящим, независящим причинам, но вот происходит надлом, который ты себе абсолютно не рисовал в голове. И желание играть и выигрывать, оно с футбольного поля перенеслось, к сожалению, на историю с букмекерами и ставками, если это так обобщать. Потом, ну, к сожалению, это там начало превращаться в какую-то манию, это уже превращаться начало в какую-то привычку, но стараемся бороться. Кто ближе стоит к ставкам, футболисты или комментаторы? Ты как человек, который прошел и ту жизнь, и сейчас живешь во второй части. Давай разграничивать футболистов. Футболисты высшего уровня, если мы говорим про российскую премьер-лигу, я уж не беру там европейские чемпионаты, но футболисты высшего уровня, они, конечно, максимально далеки от этого, хотя я уверен, что неоднократно к ним подходили с какими-то предложениями и с какими-то, может быть, запросами. Но если мы говорим про уровень зарплат и уровень инфраструктуры, уровень жизни, быта игроков из ФНЛ или тех, кто играет условно там на КФК, то, конечно, это немного другая история. Вот им, конечно, хочется подзаработать. И когда искушение перебарывает сознание, то, конечно, проблемы определенно возникают и появляются проблемы, связанные с ставками, когда ты делаешь ставку либо на себя, либо против своей команды, либо знаешь заранее исход. Я не знаю, как сейчас это работает, но раньше, конечно, наверное, это было в порядке вещей. Там были даже юморные какие-то истории. Понятно, каждый букмекер там разграничивает, лимитирует ставку, но, например, у кого максимально широкая линия, там же есть варианты, что будет в матче раньше, аут или штрафной удар. Голл-фолл угловой. Голл-фолл угловой. Голл-фолл угловой, но, то есть, это в виде развлечения, в виде фана, да, ты понимаешь, что если ты капитан или там капитан, вы заранее договорились, что капитан выбирает розыгрыш мяча, а не ворота, там же подбрасывает монетку, начало или ворота. И, соответственно, если ты знаешь, что начинать будете миновые и ты в центре поля стоишь и мяч разыгрываешь, то первым делом ты можешь что сделать? Длинную передачу в аут. Да, и в матче, получается, если ты поставил опять-таки лимитированная какая-то ставка, мне просто рассказывали, я сам этим не занимался, я даже не знал, что есть в линиях такие предложения, но сказали, что там можно какую-то копеечку было аккуратненько заработать, потом, конечно, это все начали подрезать, но типа пытаешься сделать длинный пас, туда на фланг бежит полузащитник, ты чуть-чуть силу добавляешь, мяч улетает в аут и, соответственно, ты в шоколаде, но другой вопрос, что опять-таки ты можешь сам себя подставить и много на этом, разумеется, не заработаешь, но сам факт, что тебе кажется, что ты кого-то обманул и ты тут в полном порядке, он на самосознании, наверное, все-таки работает. Что касается комментаторов, то многие, очень многие увлекаются, либо увлекались ставками и плюс-минус, но до, так скажем, лудомании, до болезни, до мании, до уже сложной истории практически никто не доходил. То есть все исключительно ради фана этим и занимаются, просто когда ты много футбола смотришь, у тебя есть ощущение, что ты разбираешься во всем. Ну, так не работает. Я как раз хотел спросить про твоих коллег. Как часто вы обсуждаете ставки и был ли у тебя случай, когда ты ставил на матч, который комментируешь? Ну, разумеется. Неоднократно такое было. Особенно это было, ну, будем откровенны, на ставки вот так основательно меня подсадил Юрий Альбертович Розенов. Для меня это действительно был такой фан, и для него это был фан. Понимаешь, он мог ставить абсолютно на все, на хоккей с мячом, на Евровидение. У нас вот мем есть до сих пор, который мы используем, там «Локомотив забьет в первом тайме и Верка Сердючка в тройкой», то есть отличный экспресс, там, когда Верка Сердючка была на Евровидении. И, с одной стороны, это было смешно, он там ставил по 100 рублей, по 500 рублей, потом как-то вот заводился, мог и более внушительные суммы ставить. Но вся жизнь была через вот эти ставки, и это добавляло какого-то адреналина. И он неоднократно говорил мне, говорил ребятам, что от суммы ставки не зависит количество выработанных эмоций и количество адреналина, которое ты выплескиваешь. Потому что либо ты поставил 100 рублей, либо 100 тысяч, ты будешь одинаково переживать. Тебе хочется просто выиграть. Но опять, кто-то хочет выиграть из 100 рублей, там, с коэффициентом 1,6 – 60, а кто-то из 100 тысяч хочет выиграть 60 тысяч. Тут уже вопрос возможности и вопрос желания, что ты хочешь от этого получить. И, разумеется, были матчи, на которые, особенно не в самом начале, а сейчас я практически этого не делаю уже несколько лет. Потому что в какой-то момент мне показалось, что это начинает мешать. И я понял, что вообще с этим надо завязывать, а на матчах, которые сам работаешь, тем более. И тебя это начинает затягивать. Ты сам от себя гонишь эту мысль. Это было в основном на матчах, которые не, так скажем, с приставкой «топ» шли. Потому что на топовом матче тебе лучше от всего этого, так скажем, отстраниться. И быть поглощенным исключительно в игру, в подготовку к матчу. Потому что там любая мысль, которая тебя будет отвлекать, она негативно скажется на репортаже и негативно скажется на собственной оценке этого репортажа. А вот какой-нибудь матч, условно, Испания играет на канале «Футбол 2» или «Футбол 3», ну вот там можно было призвиться на какие-нибудь угловые поставить или поболеть, я не знаю, там за голы в матче. И вот Юрий Альбертович всегда советовал, настоятельно, даже требовал никогда не ставить низ. Потому что, и особенно на матч, который ты комментируешь. Он говорит, это в голосе будет прям сильно отражаться в негативном контексте. А вверх, если ты хочешь результативную игру, это, наоборот, будет тебя дополнительно заводить, и ты будешь тональность менять как раз позитивно для того, чтобы та или иная команда забила. Ну, такое было, я не отрицаю, но было достаточно давно. Ты помнишь свою самую первую ставку? Нет, не помню. Раньше, ну, в основном это был какой-то вот фан. Я говорю, это были какие-то истории там на свои прогнозы поставить, или там, я не знаю, по прогнозу кого-то, или идет парень комментировать, коллега какой-то матч, и, соответственно, спрашиваешь, что будет? Ну, я думаю, там обе забьют. Ну, там какую-нибудь поставишь, обе забьют. Ты сидишь, болеешь, и потом всегда найдешь виноватого. Как вот у прогнозистов. Виноват прогнозист, который дал неправильный прогноз, если он не доехал. То же самое у комментаторов. Если ты пошел работать матч, а кто-то… Юрий Альбертович сейчас обвинял комментаторов, и меня в частности, что там какой-нибудь низовой, почему-то не натянул головы, почему не забили в первом тайме. Хотя все предпосылки для этого были. Поэтому я не помню. Откровенно говоря, не помню. И меня забавляли экспрессы, как вот в фильме пелось «Губит людей не пиво, губит людей вода». Ну, вот так же на этом рынке губит людей не ставка, а губит людей экспресс. А помнишь первую ставку, которая, по твоим же ощущениям, была уже крупной в плане суммы? Да, когда планку сносит. Ну, я не помню точную сумму, но я помню, что ты проиграешь, проиграешь и думаешь, вот сейчас бомбану и все отыграю. Ну, конечно, так не работает, к сожалению. И думаешь удваиваться. Я помню очень хорошо историю, когда еще будучи игроком футбольного клуба «Амкар», мы были, по-моему, если не ошибаюсь, в Новороссийске. И у нас в гостинице, где мы жили, внизу было казино. И мы за день до игры несколько человек пошли в казино, и партнер по команде мне говорит, есть система в казино, когда надо удваиваться, но надо иметь хороший банк. То есть играешь на красный-черный и ставишь сначала, условно, 50 рублей на красный, вышло черное, ставишь 100 рублей на красный и умножаешься, умножаешься, умножаешься. И я говорю, какая прикольная идея, потому что дальше, чем больше ты умножаешься и все-таки ждешь, когда красный выпадет, ты возвращаешь себе практически все то, что проиграл до этого. Ну, так, если математически посчитать. Мы там насобирали какие-то наличные, и, как сейчас помню, вот по этой системе пытались в рулетке сорвать, ну, как бы удвоиться. Мы хотели, но в итоге проиграли больше тысячи долларов, потому что мы ставили на красное, а выпадало всегда черное, и, по-моему, раз семь выпало, к сожалению, черное. И когда мы уже думали, ну, вот сейчас, вот сейчас выпало зеро. И мы ушли оттуда без премиальных и зеро. А в какой момент ты стал ставить часто, и вот, когда вот на этом пике азарта уже, как много ставок ты мог сделать за день? Ну, ну, много. Я понял, что это уже становится проблемой, когда с утра просыпаешься, наливаешь себе чай, идешь завтракать, и, например, не сидишь с детьми и с женой завтракаешь, а идешь к компьютеру смотреть, что там из ближайших событий. И вот там, я не знаю, какой-нибудь чемпионат Южной Кореи, Японии, кто с утра играет, думаешь, вот чтобы как-то интереснее день начался, надо туда что-нибудь там тысячу рублей поставить, чтобы было интересно. Ну и, соответственно, думаешь, сейчас выиграешь, и хорошее настроение на целый день. А ты, если, например, проигрываешь, уже днем что-то начинаешь искать, потом к вечеру. Но такое было, и, так скажем, это не самый такой приятный отрезок, когда особенно ты начинаешь не анализировать, а рефлексировать и делать это все на эмоциях. Это не самый хороший союзник, очень не хороший союзник, потому что вот такой приступ, он действительно как бы тебя вводит в состояние агонии. Ты думаешь, вот быстрее, быстрее, вот куда-то, вот здесь, чтобы там урвать, вот здесь отыграть, вот там, может быть, экспресс забабахать какой-то. Такое бывало, но это больше вот похоже было на агонию, на эмоции. Есть любимые и нелюбимые команды именно в плане ставок? Ну, в последнее время это Краснодар. Ну, это так, я в шутку, потому что я ему как-то признавался. Я говорю, что же у вас за команда такая? Когда надо, вы не выигрываете, а когда не надо, вы выигрываете. Ну, это так в шутку было. Но я такую аналитику не проводил. Не проводил. Как-то мне тоже Юрий Альбертович, царство им небесное, сказал, что, слушай, вот есть железобетонная команда в чемпионшипе или во втором дивизионе Англии, Питер Боро, по-моему, Питер Боро, если не ошибаюсь, они всегда играют вверх. Всегда играют вверх. Вот поверь мне, всегда играют вверх. Я говорю, ну я присмотрюсь. И он у меня все время, вот я приходил на работу, он говорит, там Питер Боро вчера видел вверх, а я что-то как-то вот там забывал, и вот он меня это внушил в голову. И я думаю, вот надо смотреть следующее, когда там играют, бац, низ. Потом думаю, блин, ну давай еще раз попробую, бап, низ. И такое тоже бывало, поэтому в какой-то момент нелюбимым клубом был именно английский Питер Боро. А самый крупный выигрыш, который был у тебя, единоразовый? Ну, тысяч... А, с одной ставки? Да, с экспресса, со динара. А, ну где-то, ну, тысяч сто, может, сто двадцать. Ну, то есть я не... Если люди думают, что я там играю на, я не знаю, миллион туда, миллион сюда, или там более крупные, нет. Ну, на самом деле не так. Просто количество, да, этих ставок, оно, ну, так скажем, превышало для меня допустимое. И просто суммы, которые я тратил и ставил, они, конечно, несопоставимы с теми, кто проигрывает там квартиры, проигрывает машины, теряет семьи и так далее. Просто на дистанции, если смотреть, на дистанции не единоразовые, а на дистанции, да, там печально. Давай поговорим про твое интервью почти двухлетней давности на Спорт24. Это... Я его перечитывал несколько раз, и впечатление такое было, что вот это крик души, наболевшее такое. Там ты говорил, что рассказываешь всю свою историю только для того, чтобы кому-то помочь. Ну, я надеюсь, что моя история кому-то помогла. Просто все мы люди, да, у нас самое простое – это осуждение. Разоблачение, осуждение, люди приходят в комментарии и начинают продолжать в тебя метать. Да, вот как же так, зачем ты подсаживаешь людей, вот наоборот, наоборот. Вот, ребят, это же не принуждение, да, это же твой выбор, исключительно твой. У меня огромное количество приходит сообщений там, что вот я просадил, помогите, поддержите, пришлите. Но это выбор каждого. Да, я через это прошел, поэтому и говорю, что аккуратнее. В виде фана, в виде развлечения, в виде вот игры, да, вот о чем я говорил в самом начале, что если я чуть не доиграл на футбольном поле, мне хочется выиграть, мне хочется доказать самому себе, что я разбираюсь. Я не выиграю. На ставках я точно не выиграю. Это понятное дело. И на дистанции особенно. Да, ты можешь выиграть сегодня здесь, можешь выиграть там завтра, можешь проиграть. Это создает тебе не самое хорошее настроение. Это как выходишь на футбольное поле. Ты выиграл, ты вообще в шоколаде, позитив, ты улыбаешь всем, все довольны. Проиграл, разумеется, голову опустил вниз, понура. Ходишь, и тебя все раздражают. И здесь ровно та же история. Просто ты не своими ногами, да, выходишь и делаешь результат. И понимаешь, что ты на результат повлиять на ставки не можешь. Потому что там, ну, какое-то наваждение может быть. Может быть, какие-то сверхъестественные силы, может быть, еще что-то. Может произойти и, соответственно, твой прогноз или твоя ставка не сыграет. Но вот люди, когда приходят и в комментариях начинают тебя на эту тему оскорблять, ну, вот это не очень хорошо. И ты, когда раскрываешься, я помню, несколько лет назад, ну, много, наверное, лет шесть назад или пять примерно, было большое интервью. По-моему, мы разговаривали со Sports.ru, если я не ошибаюсь, тоже на эту тему. И разговор был такой долгий, часа два-три, наверное. Интервью не вышло. Потому что, ну, как бы, так меня предостерегли и сказали, когда там прочитали, сказали, что лучше это не публиковать, это, как бы, репутационно может не очень хорошо на тебе сработать. А потом, когда я раскрылся и почитал, были позитивные отзывы. Там люди сочувственно многие отнеслись и огромное им спасибо за это. А были и те, кто приходили вот с говнометанием укорить и, опять-таки, вот, уколоть. Конечно, это не очень приятно. Я взрослый парень, уже, там, отец, у меня трое детей и у меня семья. Но, слава богу, то есть, я не до такой степени погряз во всем этом, что потерял супругу или, там, потерял семью, что, я не знаю, там, начал пить и ушел в себя, потерял работу. Ну, то есть, такого не было. То есть, и на работе это не отражалось сильно. И семья в порядке, слава богу. И мне есть что перекусить, на чем поехать. И даже иногда возможность поехать отдыхать. То есть, это не вот такие масштабы, как многие себе предполагают. И многие думают, что это так, что я там все вообще проиграл. Проблема была в определенный момент, я этого не скрываю. Но, ну, вот, раскрылся и раскрылся. Так, ну, поговорил на эту тему и окей. Просто я понимаю, что такая проблема существует у многих. И вопрос дозировки. Вот исключительный вопрос дозировки, это вот как, я не знаю, с алкоголем. Ты можешь выпить два бокала пива, и тебе будет хорошо. А можешь усосать бутылку вискаря, и тебе будет ужасно плохо. И ты будешь во всем обвинять людей, которые оказались рядом или которые не оказались. Говорят, что вы меня не остановили? И ты там каких-то бед натворил. Пошел там дебош устроил, я не знаю, разбил стекло. Еще что-то. Но это твоя вина, ты же в себя это все вливал. И та же самая история со ставками. Ты можешь поставить 500 рублей, выиграть тысячу, и у тебя будет прекрасное настроение. Нежели ты сам себя поставишь под риск, что ты поставишь вместо 500 рублей 50 тысяч и проиграешь деньги, которые, условно, тебе должны были помочь на быт, и которые ты расписал, возможно, на ближайший месяц. Понятное дело, что ты не миллионер. Естественно, деньги ограничены, неважно в каком размере. Было хоть раз, чтобы твои карманные наличные или на картах деньги закончились, и ты для того, чтобы поставить, у кого-то из ближайшего окружения одолжил на пару часов деньги? Никогда. Почему? Ну, каким бы я не был азартным, каким бы я не был заводящимся и эмоциональным быстрее и быстрее как-то отыграться, я всегда вот в какой-то момент себе знаю стоп, я говорю, вот столько-то, ладно, я еще могу. Ну, нет. Занять деньги у кого-то для того, чтобы сыграть? Ну, нет. Такого точно не было. И чтобы я все проиграл под ноль или там, я не знаю, продал машину, продал почку, там, продал мебель или еще что-то выставил на Авито только ради того, чтобы мне на эти деньги сыграть? Нет, конечно, нет. Ты, как бывший профессиональный футболист, расскажи нам вообще вот эту историю про договорные матчи, потому что в кругах ставочников бесконечные мифы и легенды касательно того, что все матчи договорные, все специально играется против их одной-единственной ставки. Как вообще дело обстоит с этим? Ты человек сейчас, который имеет непосредственное отношение к футболу, очень близко к бровке поля. И как бывает, когда на самом деле что-то химичит? Это самое глубочайшее заблуждение, которое может быть среди ставочников. Если проиграл, то конечно, конечно слив контора, конечно сливают тренера, сливают игроки, не выкладываются. Особенно если ты поставил, а они бац, не оправдали твоих надежд. Ваши ожидания, ваши проблемы. Сейчас, когда все контролируется, когда очень легко вычислить того или иного человека, и если матч какой-то попадает под подозрение, ну зачем кто-то будет так подставляться и рисковать? В РПЛ только уж тем более. Хотя там всплывают какие-то вещи, вроде как предлагают расписать какие-то очки на будущее. Но сейчас, мне кажется, этого нет. И гораздо меньше стало этого и в первом дивизионе, и во втором. Хотя второй транслируется меньше. Но интернет – это такая огласка, что двое знают все. Кто-то когда-то проболтается на пьяной посиделке или в пьяном бреду. Кто-то это запишет, выложит. Ну, нет. Раньше, да, такое практиковалось, особенно в дивизионах нижних. Но я сам никогда не участвовал. Любой футболист так скажет, что я никогда не участвовал. Но я правда не участвовал. Возможно, я участвовал в матчах, где кто-то, так скажем, был, возможно, нечист. Возможно, какие-то подозрения могли быть. Потому что иногда идет равный матч, ничья 0-0, вы бьетесь в каких-то чудовищных условиях. Ничего не предвещает беды. И бац, там какая-нибудь, я не знаю, 83-я минута, и твой партнер играет рукой штрафной. Потом говорит, ну, наитие там, я не знаю, что-то произошло. Устал, координация потерялась. И думаешь, ну, так? Ты даешь ему возможность ошибиться? Окей. Или ты подозреваешь, что может быть что-то не так. Но раньше такое было в порядке вещей. Ко мне никогда, никогда никто не обращался, что надо сделать то-то, то-то. Прибежать в свою штрафную, кого-то срубить, и пусть будет пенальти. Или удалиться, или какой-нибудь жесткий подкат совершить. Или, я не знаю, сослаться на травму, еще что-то. Такого не было. А как это работает в других командах или с другими футболистами, ну, вот, честно, не знаю. Сейчас особенно, особенно это рискованно делать, потому что у всех телефоны, ну, вот, я не знаю, там... Конечно, такие вещи, может быть, скорее не по телефону решаются, но если кто-то тебя записал, ну, это подсудное дело. Тебя могут посадить. Мало того, что отстранят от футбола и от всей футбольной деятельности. Ну, если тебя еще и уголовку на тебя заведут, зачем тебе это надо? Поэтому, как это сейчас работает, я не знаю. Но у нас это касается не только ставочников, которые подозревают всех в махинациях, да, о каких-то схемах отдают туда, отдают сюда, это долг за это. И болельщики также рассуждают, даже те, кто не ставят слив, плавят, отдают. И вот у нас как-то это в менталитете, к сожалению, заложено. В моменты, когда у тебя были какие-то уже минусы по ставкам, там, не знаю, 50 тысяч проиграл, не суть, не в суммах дело. Была ли попытка, так как ты очень близко стоишь, находишься от футбольного поля, в прямом смысле, раздобыть какую-то информацию, что-то узнать, там, даже о смене составов, о том, что-то происходит там в раздевалке, и поставить деньги наверняка? Это тоже не работает. Это тоже не работает, потому что, ну, вот сказать, что я целенаправленно через кого-то пытался узнать только для того, чтобы выиграть, или то, чтобы поставить, ну, конечно, нет. Ну, то есть я, опять, не до такой степени больной, что я вот знаю, что этот травмирован, пропустил там несколько тренировок, а лидера не будет, он отравился, там, еще что-то, думаю, надо вот против них грузить. Ну, или там звонить в какую-то команду, а что, вот вы не могли бы мне там сказать, что у вас там по составчику? Ну, конечно, нет, я такой ерундой точно не занимался, и заниматься никогда не буду. Бывали ситуации, когда я знал примерно, ну, во-первых, я смотрю весь российский футбол, он, сука, совершенно непредсказуем, кроме чемпионства Зенита, да, но матчи действительно порой бывают, ну, не так, как ты себе их представляешь. И вот, например, была история в прошлом году, Рубину было очень надо, и Рубин играл дома с Краснодаром. Почему я сказал Краснодар? В начале была история вот именно с Краснодаром. Я смотрю, значит, состав Рубина, то есть не зная, что там в Краснодаре происходит, и абсолютно там не общаясь с Рубином, не трогая их, потому что у них там сложная ситуация, я просто смотрю перед матчем, Рубин играет с Краснодаром, Краснодар выставляет, ну, практически Краснодар-2, то есть там вообще без лидеров, без единого легионера, которые все разъехались, там появляются ребята, которые вообще не играли в премьер-лиге, и смотрю состав Рубина, вполне боеспособный, нормальный, играют дома, им категорически нужны очки, но Рубин дают там шикарный коэффициент, выше двойки. Я думаю, ну, как вот этим не воспользоваться? Ну, здесь по раскладу команда премьер-лиги с опытнейшим тренером Леонидом Слуцким против Краснодара-2, да, который может там стушеваться, учитывая большой стадион в Казани, учитывая ситуацию, учитывая, что они дебютируют, и в итоге, мы помним, Краснодар выиграл 1-0 с единственным ударом, и то там в свои ворота получилось, что забил Рубин, и вот эта аналитика, она видишь, как в футболе совершенно ничего не имеет общего с реальностью, потому что, ну, уровень, наверное, команд и игроков таков, что ты можешь анализировать сколько угодно, сопоставлять составы, но ничего не работает. За многие годы, что ты даешь прогнозы, именно твоя подача претерпела большую эволюцию, и ты стал делать жирные ремарки, что нужно думать своей головой, что ставки — это всего лишь развлечение. Это потому что ты в какой-то степени обжегся от этого, потому что прилетало очень много хейта от неадекватной аудитории. Что тебя подтолкнуло? Я предостерегаю, говорю, что вы думаете своей головой, это мои мысли, я вот так вижу. Я хоть и повторяюсь, но я, вот Константин Генич, так вижу. Так как я прогнозирую матч, я тоже не прогноз погоды, да, у меня нет там какой-то компьютерной базы, которая говорит, вот оттуда идет облачный фронт, отсюда идет, значит, дождь, отсюда еще что-то. Это вот моя аналитика из того, что я вижу и предполагаю, как может сложиться. Не всегда это срабатывает, это ни в коем случае не оправдание, это вот констатация. И я всегда в конце начал добавлять, вы думаете своей головой, у вас своя голова на плечах. А здесь я не снимаю с себя ответственность, но предупреждаю, это как в кредитном договоре, читайте мелким шрифтом, что написано. Многие же не читают, подписывают, а потом предъявляют претензии. И здесь я говорю неоднократно, говорил и буду продолжать говорить. Ребята, делайте выбор исключительно вы, не я. Я только рекомендация, только консультация. Давай еще поговорим про твое сотрудничество с Винлайн. Ты являешься лицом этой букмекерской компании, человек, который прошел через целую историю, связанную со ставками. В момент, когда ты рекламируешь этот продукт, ты понимаешь, что это для кого-то потенциально опасная история? Да нет, на это все надо смотреть совершенно иначе. И это не детский сад, это не воспитание ребенка, которому надо сказать, вот есть розетка, ты туда пальцы не суй, потому что это смертельно опасно. И ты можешь это проконтролировать. А история с амбассадорством букмекера, я тут выступаю как лицо. И мы с Винлайном очень давно дружим, и Винлайн знал о моих проблемах. Меня даже, я просил, меня заблокировали в один момент на сайте Винлайна. Потом даже какой-то лимит установили, то есть они тут со мной переживали эту историю. Поэтому мы в дружеских отношениях, и это даже больше, наверное, чем просто сотрудничество и чем товарищеское рукопожатие. Но говорил и еще раз говорю, это не принуждение. Вас может принуждать, например, врач принимать транквилизаторы, но вы не хотите этого делать. Вот у меня, когда были там психологические проблемы, врач просто заставлял меня принимать препараты. Я сказал, нет, я не буду, я сам как-нибудь справлюсь. Но вот если ты со стержнем, если ты человек, который может себя контролировать, вот в такой ситуации и вот в таких случаях, тогда у тебя все вопросы должны быть исключительно к себе. Рекламируют, не рекламируют, рекламируют пиво, рекламировали раньше водку. Это не значит, что ты должен бежать в алкогольный магазин и обязательно... Пару ящиков. Пару ящиков, да, сразу же щелкануть. Нет, и та же самая история с букмекерами. Если тебе это интересно, если ты от этого получишь какое-то удовлетворение, тебе интереснее будет смотреть футбол, но на ту сумму, которую ты сам себе выделишь, без желания выиграть. Но главное, глубоко не заплывать, чтобы не утонуть. Поэтому я не чувствую, как ты говоришь, какой-то ответственности, что я принуждаю людей. Это выбор каждого. Абсолютно... Ну, я даже не знаю, что еще добавить, потому что я тут не психолог, не психотерапевт, я не воспитатель в детском саду, я не учитель, да, чтобы убеждать кого-то, вот что так делать нельзя, а вот так делать можно. Я надеюсь, что аудитория этого проекта, она уже достаточно взрослая. И, ну, со скольки лет там можно, с 18 делать ставки? Это уже самодостаточный состоявшийся человек. И если он работает курьером, заработал, я не знаю, 10 тысяч рублей и хочет их умножить на 2 и сразу все эти 10 тысяч пошел потратил, это не моя вина Константина Генища или там Васи Пупкина или еще кого-то, что он это сделал. Это его. Его желание было вот так рискнуть. Ведь те, кто идут в казино, они же тоже понимают, что они идут туда не просто прибухнуть, а еще испытать удачу. Здесь ровно та же история. Люди, которые сбрасывают себе ответственность и уходят во все тяжкие, мы поговорим сейчас о тех ребятах, у которых большие проблемы и заставок, они в процессе теряют ценность деньгам. У тебя когда-нибудь было такое ощущение, что ты вот смотришь и думаешь, блин, а почему я уже разбрасываю с деньгами просто мусорю ими? Ну, нет, нет. У меня как-то было оправдание одной покупки, что жена меня спросила, нахера? Знаешь, это как такая блажь была, я не знаю, вот купить дорогую игрушку. Она сказала, нахера? Я говорю, ну, зато не проиграю. Она сказала, ну, если только так. В этом контексте, наверное, да, но, слушай, деньги с неба тоже не падают. Они не лежат на земле. Я подошел их, поднял и сказал, спасибо боженька. Как в фильме «Елки», по-моему, было. Где я сейчас под Новый год найду эту елку? Ему с балкона прилетает вниз елка. Он смотрит, говорит, и три миллиона долларов. Ну, вот эти три миллиона долларов или просто хотя бы там, не знаю, десять тысяч рублей с неба не падают. Ты же все-таки работаешь, прикладываешь немало сил для того, чтобы быть востребованным, быть интересным, быть узнаваемым. И эта работа оплачивается. Проиграть все, значит, то, что ты вкладывал, это все впустую. А проиграть что-то, значит, ты вот себе столько отмерил и столько, так скажем, выделил для того, чтобы испытать удачу, ну, испытать какие-то, может быть, эмоции дополнительные. А все остальное, нет, ценность к деньгам, она все равно остается. Безусловно. Особенно если бы я был один-одинешенек, да, жил в какой-нибудь там однушке в Бирюлево или там, не знаю, там, в Алтуфево, и у меня не было бы никаких обязательств перед родными, то, может быть, я иначе бы к этому относился. А так как у меня есть супруга, у меня есть дети, которым надо помогать, которых надо одевать, обувать в школу, водить на какие-то кружки, занятия, мне, в конце концов, чтобы был какой-то более-менее комфортный уровень жизни, хотя я не могу сказать, что мне там надо чего-то сверх нормы, то, конечно, ценность к деньгам лично у меня не пропадает. Еще очень сильно ребят губит вот такое неадекватное желание отыграться, причем отыграться там за год, за два, за три, за месяц прошлый там. Сколько раз ты пытался это делать, и в какой момент у тебя пришло осознание, что, ну, вот ты готов заплатить за то, что ты там поразвлекался? Вот желание отыграться, оно вспыхивает вот так, то есть нет какой-то системы, нет какой-то периодичности, что вот я себе говорю, так, значит, ты проиграл вот столько, чтобы эту сумму отыграть, выделяю себе уикенд, такого нет. Желание отыграться, вот ты в субботу проиграл, в субботу вечером ты хочешь отыграться. Желание отыграться никогда не приводит к хорошим результатам. Потому что, если ты отыгрался, тебе кажется, что ты схватил бога за бороду, и вот сейчас пошла белая полоса. Я помню неоднократно мы были на каких-то мероприятиях винлайновских в ППС, и там самые, конечно, увлекательные разговоры – это в курилке. Потому что вот там люди вообще на все подряд. То есть вот все, что есть спортивное, вот они сидят там, чуть не ночуют, на это ставят, на это, там куча мониторов, там они уже такие, завсегда их там знают, этому вот так, поприветствовал. И вот у них там разговоры, вот вчера там трешку просадил, вот здесь я там пятеру поднял. Ну, как бы разговор идет, я так понимаю, о не тысячах рублей, а, возможно, о миллионах. Ну, и ты слушаешь, думаю, блин, только-только вот не к этому сообществу примкнуть. И когда ты вот их слушаешь, что… У меня таких знакомых нет, да, кто вот такими суммами фигурирует, но когда ты это слушаешь, что ты вот сегодня треху просадил, а завтра пятеру обязательно поднимешь, думаешь, блин, это совершенно другой мир, совершенно другой, и как они в нем существуют, я не знаю, и, честно говоря, не очень хочу знать. А как ты думаешь, лудомания – это вообще что такое? Это болезнь, это привязанность какая-то? Это привычка, на мой взгляд, это привычка. Это вот когда ты хочешь всем доказать, и вот у меня было это желание доказать не всем, а самому себе, что я могу выигрывать. Вот то, что не выигрывал на футбольном поле, выходишь выигрывать, выходишь играть. Вот почему я сейчас практически не играю, так как меня захватил там медиафутбол, вот там я максимально вот как-то выплескиваю это все, и вот это меня так прилично цепляет. До этого меня цепляли вот именно там варианты выиграть на каком-то матче, на какой-то ставке, на каком-то прогнозе. И те, кто, ну не то чтобы болеют, а те, кто близки к тому, чтобы поставили подобный диагноз, они же думают, что они крутят этот мир на пальчики и вообще вертели любое мнение на одном месте. И их порой наказывает. Были варианты, я разговаривал с одним человеком, который мне рассказал, что он трижды становился миллионером и трижды становился банкротом из заставок. Как возвращаются, как восстают, я не знаю, я даже не стал интересоваться, на чем, как, что. Он просто сказал, говорит, вот поверь, это страшнейшие вещи, но он, понятное дело, немножечко в другом мире существует. Он говорит, ну вот, вот так колбасило по жизни. Интересно это кому-то? Кому-то может быть. Мне, например, не хотелось бы. Если говорить о постсоветском пространстве, то здесь более всего в народе засела идея заработать на ставках. И ты ранее в своем интервью в «Спорт-24» тоже говорил, что появилось желание навариться на этом. В какой момент ты отбросил эту идею, потому что ты бывший футболист профессиональный, ты комментатором работаешь, тесно общаешься с футболистами, с спортсменами. В какой момент ты отбросил идею того, что на ставках можно заработать? Может быть, я и говорил там в интервью, что я хотел заработать, но ты не заработаешь. Потому что, когда ты заработаешь, это как золотая антилопа. Еще, еще, еще. А потом уже лежишь, все превращается в черепицу и кричишь, хватит, довольно. Но это очень трудно. Давай гипотетически представим, что ты делаешь ремонт в квартире. Да, у тебя есть ценная сумма денег, которая как раз на этот ремонт отложена. И ты думаешь, было бы неплохо чуть-чуть вот здесь, я не знаю, паркет подороже положить, вот мебель, соответственно, более элитную приобрести, ну, понятно, по возможности. Но денег не хватает. И думаешь, а почему бы не рискнуть? И вот ты рискнешь, выиграешь, условно удвоишься. Тебя это не остановит. Ты поймешь, что это очень easy money, очень легко. Тебе удалось там просто с помощью, я не знаю, за два часа ты в два раза стал богаче. И потом у тебя будет желание вот из этого уже, так скажем, в четыре раза сделать больше. Но если ты даже сделаешь в четыре, потом ты заходишь в восемь, и на каком-то этапе ты не остановишься, и все, что было. И вернешься, как бабка к корыту с золотой рыбкой. И вернешься к этому нулю, и потом будешь говорить, что, блин, проебал деньги на ремонт. Ну, так часто бывает, так часто бывает. У меня было желание выиграть, не заработать, это разные вещи. Выиграть и себе доказать, что ты разбираешься. Что вот молодец, Костян, разобрался, там очень здорово проанализировал. То есть это не какая-то там суматошная история, там кликнул, или там, не знаю, на столе бросил фишки, рулетки и ждешь там, когда этот шарик прокрутится. А здесь ты вот там что-то посидел, подумал, там что-то вот покумекал, там зашел на один сайт, посмотрел, почитал какие-то прогнозы. Думаешь, ну вот здесь выиграл, и вот она радость. Не из-за того, что ты заработал. Мне даже жена как-то говорила, вот с ней мне, конечно, вот что я выиграл, так это по жизни, встреча со своей супругой. Она говорила, что ты заметно расстраиваешься, очень расстраиваешься, выходишь в себя, и там ни с кем не разговариваешь, и начинаешь раздражаться. Когда проигрываешь, но когда ты выигрываешь, твое настроение не меняется. И ты остаешься таким же, но самодовольным, что, ну, тебе это удалось. А поражение тебя вот вводит в такое не самое комфортное, не самое приятное состояние для всех. А победа, она тебя, я по жизни такой человек достаточно коммуникабельно веселый, она тебя оставляет вот в этом равновесии, и выигрывать всегда ты не можешь. Поэтому лучше, конечно, отказаться, но это не вопрос заработка, вот сто процентов. Надо просто соизмерять и понимать. Просто люди, когда, опять-таки, они путают так лудоманию, ты можешь же играть в дистанции, я уже об этом говорил, там по десять, двадцать, сорок, пятьдесят, сто тысяч, и вылиться нехилый проигрыш. А можешь за раз все проиграть. И, в принципе, как бы на выходе-то одно и то же получается. С кем ты делился, когда у тебя были вот эти периоды сложные, и как происходило общение с супругой? Да с кем только не делился. И к психотерапевту ходил, и к психологу, говорил, что вот такая проблема существует. Даже мне звонил один знакомый, я никогда бы не подумал, что у него есть проблемы с этим. Он сказал, что есть анонимный клуб, где они с удовольствием бы меня приняли, и чтобы я мог там поделиться какими-то своими проблемами. Но вот что он позвонит по этой теме, я вообще никогда не подумал. Он сказал, что никто не знает, если тебе надо, давай приходи. Я так подумал. Он говорит, что там есть публичные люди. Я так подумал, что лучше мне в эту тусовку все-таки не приходить. И, конечно, супруга, мой ближайший человек, не все знала, но всячески поддерживала. Что-то знала мама с сестрой. Ребята на работе чисто по настроению могли понять, что что-то произошло. А так, ну вот с теми психологами, психотерапевтами, которыми я пытался там как-то пообщаться, они вообще далеки просто от этого. Я уже рассказывал, когда пытался это объяснить. Ну вот я тебе вроде как говорю, ты сидишь киваешь и, наверное, понимаешь. Абсолютно. А там женщина, она тоже сидела кивала. Сказала, я не понимаю, что тебе мешает пойти купить рулетку в детский мир и крутить ее. Я говорю, вы как бы понимаете вообще в чем контекст? Есть футбольное событие. Я говорю, только футбол. Там я не углубляюсь в теннис, баскетбол, волейбол, американский футбол или там NBA, хоккей. Туда я не лезу. Я говорю, тут есть футбол, вот есть две команды. И я пытаюсь угадать, кто из них сильнее с помощью цифр, коэффициентов. Купи рулетку, крути и легче будет. Я говорю, ну слушай, я могу в телефоне покер разложить, пассианс какой-нибудь или кроссворд. Ваш совет, конечно, очень здорово мне помог. Ну и было несколько таких вариантов. Я понял, что это гиблое дело. Люди не понимают вообще, о чем я говорю. И мне становилось там на 15-20 минут неинтересно. Я вставал, уходил. И жена разводила руками. Говорит, ну слушай, ну даже если эти не могут тебя тормознуть, ну сам тогда. Давай еще поговорим про страхи игрока. И чего ты боялся больше всего? И как ты сам уже, как ты сказал, справлялся с этим? Ну вот боялся действительно, что меня захлестнет. Ты знаешь, как вот волна. Ты заходишь, тебе прикольно, да? Вот волна идет, там подпрыгиваешь что-то, в волну ныряешь. А потом думаешь, а вот если эта волна будет вот такой, да? А ты не серфер там, который может на доске плавать. А ты же можешь захлебнуться. И акваланга нет, и плаваешь ты не очень хорошо. И думаешь, вот самое главное, чтобы эта волна, такая аккуратненькая, да, которая тебе нравится, она тебя не захлестнула вот по максимуму. И вот страх, что тебя может настолько затянуть, что ты пойдешь продавать имущество, разругаешься семьей и у тебя будут там еще дополнительные проблемы, он присутствовал. Но опять, если ты взрослый человек, склонен к самоанализу, к самоаналитике, ты можешь сам с собой разговаривать. Это, поверьте, это не болезнь разговаривать самому с собой. Это очень хороший тренинг, это очень хорошая даже такая медитация, когда ты сам себе задаешь вопросы, сам отвечаешь. Это ни в коем случае не говорит о том, что у тебя какие-то есть проблемы с психикой, ты неуравновешенный. Ты сам себе задашь вопрос, зачем, почему, для чего. Может быть, когда ты еще не сформировался и тебе там 21, 22, 25, тебе кажется, что вся жизнь перед тобой и у тебя везде все сложится. А когда ты чуть за 40, ближе к 50, то склонность к самоанализу, она очень здорово помогает. И переключение на какие-то новые вещи, которые тебя захватывают, тоже очень хорошо помогает. У меня даже были мысли пойти на йогу, на цигуны, еще какие-то вещи, чтобы какое-то было отвлечение. Но лучше, конечно, порой посидеть, поанализировать, пообщаться с самим собой и становится полегче. А ты жалеешь о том, что все эти переплеты условные с тобой случились или спустя время для тебя это больше как ценный опыт? Жалею. Это опыт, но я о нем жалею. Ну, то есть, если бы мы отмотали плюночку назад, то, конечно, я бы не был таким дураком. И я бы все-таки в мои годы, так как меня эта история накрыла уже, когда мне было 35, и я уже семейный человек, и надо думать совершенно иначе. Надо думать по-взрослому, не жить иллюзиями. Вот отсечь надо было, конечно, свое футбольное прошлое, вот максимально отсечь. Не в плане знаний, не в плане того, что тебе нравится смотреть. Ты много смотришь, анализируешь в плане прогнозов или в плане какой-то аналитики. А вот именно в плане дистанции можно было развлечься. Это как сходить в казино, ты сыграл, и тебе чуть легче становится, и потом ты можешь уверенно не ходить месяцами, годами, но потом в какой-то момент тебе снова хочется. Пришел, поиграл, может быть, энную сумму проиграл, но такой гештальт закрыл. И вот здесь я, конечно, жалею, что я потерял, будем так говорить, энное количество средств, которые можно было бы пустить на более благие цели. Это опыт, но опыт, о котором я жалею. Что сейчас в твоей жизни, делаешь ли ты ставки сейчас, и как ты думаешь, в момент, когда человек пытается вылезти из этого, что его больше всего триггерит снова вернуться? Ну, я практически сейчас не играю. Ну, так. То есть, у меня нет желания отыграться, во-первых. У меня нет желания ставить на все подряд, и нет желания проигрывать на дистанции. Что другим для других становится триггером? Это какое-то событие максимально прозрачное и максимально понятное, максимально легкое. Ты на это событие не поставил, и сам себя коришь за то, что ты это не сделал. И вот это может послужить триггером на какое-то следующее событие, куда ты полезешь. А дальше снова цепляет, как цепочка, одно за другое эти звенья. Здесь выиграешь, думаешь, о, пошла серия, сейчас еще выиграю. О, потом бац, назад откатываешься и все по новой. Если бы ты встретил себя сейчас в том возрасте, в котором только начал делать ставки, что бы ты себе сказал, как бы ты с самим собой поговорил, чтобы предостеречь от всей истории? Да я бы ничего не говорил. Я хоть и признался, что жалею об этом времени и о том, как глупо я поступал. Это настоящая наивность, глупость была, недальновидность с моей стороны. И такое ***, хотя, опять-таки, в моем возрасте ссылаться на такие формулировки и на такую характеристику не совсем уместно, не совсем правильно. Хотя, как говорили в фильме «Москва слезам не верит», после сорока жизнь только начинается. И, может быть, действительно какое-то осознание приходит именно в этом возрасте. А вот этот период с тридцати до сорока как раз максимальное количество еще ошибок ты можешь допустить. Потому что уже ты не молодой, уже не старый, а семья, удачный, неудачный брак. То есть многие именно вот в этот период, как кажется, допускают ошибки. Ну, разумеется, и по молодости тоже. И если бы я даже встретился с самим собой, я бы не стал ни в коем случае там самого себя критиковать и говорить, что надо было, что не надо. Или там на что надо было ставить, или на что не надо было ставить. Ну, я бы просто сказал, ну, чувак, твоя жизнь, ты сделал так, вот как призываешь всех в своих прогнозах думать своей головой. Значит, твоя голова была еще не готова, твои мысли еще были не готовы прийти к этому осознанию на тот момент. Значит, надо через это было пройти. Константин, у тебя три прекрасных ребенка. Ну, один уже не ребенок, один уже такой кабан 19-летний. Как правильно общаться с детьми, как их правильно воспитывать, чтобы хоть как-то оградить от вот этих авантюрных ловушек? Ну, относительно девочек об этом вообще говорить не стоит и неуместно, потому что, ну, они совсем еще юные, одной там 12, другой 8 и у них свои интересы. А сынок у меня 19-летний, тоже большой любитель футбола, ну, вот, и тоже даже как-то разок мне написал, хочу экспресс. Вы бейте, я говорю, не вздумай, послушай своего дурака отца, не вздумай. Потом беседа была какая-то с ним? Ну, ну, нет, мы так, в виде хихиха-ха троллинга друг друга поговорили, что ни в коем случае он говорит, да не, 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 я просто так. Ну, я надеюсь, что действительно просто так. Я на эту тему, так, дополнительно с ним не разговаривал. Сказал, так, соберись, давай, этого не надо делать. Вот, а по девочкам, ну, еще рано. Ну, как, не то, что рано, это просто не для них, это сто процентов. Есть много девушек, которые попадают в эту историю. Ну, для меня это просто нонсенс. Дети, когда видят, что я смотрю футбол, они уже понимают, что я смотрю футбол не просто так, да, то есть они там подходят и говорят, так, а нам сегодня что надо, чтобы кто выиграл, чтобы у папы было хорошее настроение, чтобы что. И, ну, вот, в последнее время я говорю, да ничего, тут не важно, я просто сижу, смотрю. Это вот так хихи, опять-таки, в контексте просто посмеяться, и ты меня застал врасплох практически вопросом относительно как объяснять девочкам, что это делать не стоит. Я надеюсь, что никогда не придется мне это объяснять, потому что, ну, они развиваются чуть-чуть иначе. Одна там увлечена танцами, другая увлечена гимнастикой, обе занимаются в школе и домашние задания, и уроки. Ну, то есть, по-моему, не время для 12-8-летнего ребенка объяснять им, что там играть на ставках – это противопоказано. Ну, были у нас вот пару-тройку, может, каких-то шутливых разговоров, но не более. Запрещать все? Ну, как это делать? Категорично вставать в позу или там ультимативно? Вот я сказал нет, ну, слушайте, ему уже 19 лет, это уже не 13-15-17-летний ребенок, но 19 – это уже окончивший школу, уже во взрослую жизнь окунувшийся самодостаточный, мне кажется, человек, который сам должен понимать, что стоит, что не стоит делать. Папа где-то может чуть посоветовать, но решение все равно принимать должен ребенок. Кого из своих коллег хотел бы ты увидеть в рамках такого же проекта, в котором ты сейчас? Честно говоря, вам никто не интересен будет. Ну, так, если по-хорошему, ну, возможно, возможно, это мог бы быть Львин Керимов, но и… Ну, не знаю, ну, Неценко еще. Я вот вижу, что Саша Неценко, он прямо за свои прогнозы так переживает. То есть, у меня первое время тоже было огромнейшее желание со всем миром, там, через соцсети поделиться успешными прогнозами. То есть, вот как, смотрите, какой я в порядке, там, время от времени я сейчас это делаю, но даже если какой-то прогноз успешный, думаю, ну, хорошо, вот, если я сейчас опубликую, что прогноз успешный, а потом три неуспешных скажут, что ты там, про неуспешные ты ничего не говоришь. Ну, всегда хочется как-то, вот, вестов набрать и положительным быть в глазах аудитории. Это очень сложно, это практически нереально, учитывая количество негатива, которое у нас через соцсети выливается. Ну, из тех, кого вот назвал, ну, кто еще мог бы быть вам интересен? Ну, и Львин Саша Неценко, Эдик Мор, может быть. Ну, он тоже большой любитель по прогнозам, у него, кстати, вроде неплохо получается. Константин, и в завершении, по традиции нашего проекта, я бы хотел, чтобы ты дал совет всем ребятам, которые столкнулись со ставками, совет от Константина Генича. Совет дают тогда, когда просят дать совет. А здесь, напротив, я не вижу людей, которые бы у меня этот совет просили. Поэтому каждый, повторюсь, думает своей головой, каждый проживает свою жизнь. Это не черновик, ты его потом не перепишешь. Ты можешь допустить огромное количество ошибок, потом через какое-то время, спустя 10, 20, 30 лет, сам себя корить за это. Ну, и чтобы, возможно, избежать этих ошибок, через это тоже надо пройти. Потому что ты поймешь, что это было не твое, что это было глупо, что это было неправильно, и ты потерял огромное количество... Вопрос времени. Сколько ты на это время потратишь? Кому-то, у кого-то это растянется на десятилетие, у кого-то это растянется на месяц, а кому-то достаточно будет неделю понять, что, ну, все, мне это неинтересно, и я от этого не получаю ничего хорошего, только портится здоровье, я становлюсь раздражительным для окружающей аудитории, я становлюсь невыносим. И тебя это быстро тормозит, и тебя это не возвращает к этой проблеме, если для тебя это становится проблемой. Кому-то нужно больше времени, кому-то будет, кому-то кто-то десятилетиями не может от этого избавиться. Здесь нет доктрины, здесь нет никакой догмы, как хорошо, или вот какого-то алгоритма, как вот так надо сделать, чтобы всем было хорошо. А вот так вот не надо делать, потому что кому-то от этого хорошо, а кому-то от этого плохо. И мои советы, я не сомневаюсь, они никому не нужны, просто каждый должен себе ответить на вопрос, для чего и зачем. Но опять, это вот просто слова в пустоту, потому что каждый примет ситуацию, как вот он через себя ее пропускает, это как он должен сам для себя проанализировать, нужно ему это или не нужно. Но самое-самое главное, вот хорошо, один совет дам. Сделайте все возможное и невозможное, чтобы это ни в коем случае не влияло на ваших близких. Ими важнее дорожить, чем потерянными средствами. Потому что средства можно заработать, а близкого человека ты можешь потерять и уже не вернуть. Огромное спасибо, я получил колоссальное удовольствие за эту душевную такую беседу и был очень рад видеть тебя в рамках этого проекта. Спасибо, спасибо за приглашение. Надеюсь, это последний случай, когда я на эту тему рассуждаю в рамках подобного проекта. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok